Мы летаем как-то в обход через Россию, через Керчь, летели с пересадкой через Москву, потому что прямых рейсов сейчас нет. Это все. Да, ну, я из Симферополя. В общем, ладно, я начну. Привет, меня зовут Гела, дайте кликер. Пожалуйста. Да, будет проще, спасибо. Я работаю в Яндексе. У меня есть слайд, где все подробнее. Я из Симферополя, и работаю в Симферопольском офисе. Здесь все контакты, которые есть по вопросам, как же нам теперь там живется, и по Яндексу, и по докладу, мне можно писать. Звонить нельзя. Вот, собственно, и все обо мне. Что я вам сегодня расскажу? Я вам хочу сегодня рассказать о той библиотеке, которую мы сами разработали, сами используем. Для того, чтобы не было больше путаницы во всем докладе, небольшое содержание, общие библиотеки, бла-бла-бла, компонентный подход, уровни, все такое. Это все, на самом деле, неинтересно, это не остается в таланте, и я, скорее, буду уже рассказывать непосредственно в каждом каком-то пункте более подробно. Будет, наверное, более интересно. Библиотека наша называется Бомкомпонентс. Она основана на другой библиотеке Бомкор. И, забегая вперед, скажу, что послезавтра у нас еще в Питере будет Бомап, и там будет более подробно рассказано о других библиотеках, которые мы разрабатываем, более каких-то архитектурных и основных. Поэтому сегодня я о этом рассказывать не буду. Наша библиотека содержит 19 блоков. Мы эти блоки постоянно разрабатываем, выполняем эту библиотеку. И совсем скоро, если нам очень повезет, у нас будет релиз уже с зафиксированной версией, уже которой можно пользоваться. Но, несмотря на все это, уже сейчас у нас шлются пол-реквесты с багами, и есть пользователи внешние, которыми пользуются. И вот прям коммитет, очень круто. Все это можно пощупать уже сейчас у нас на сайте нашей Бом.Инфо в разделе библиотек. Библиотека так и называется, Бом.Компонент. И примерный список блоков, которые есть на текущий момент, это просто визуальные блоки, которые уже можно сейчас посмотреть, пощупать. В общем-то, достаточно простой набор, но из этого набора вы точно можете собрать какие-то достаточно простые свои проекты. И, наверное, больше вам чего-либо сложного, наверное, не понадобится. О команде. У нас есть некоторое количество разработчиков, которые непосредственно это все разрабатывают. Есть розовый квадрат, который предпочел остаться инкогнито. И есть два документатора. И, опять же, возвращаясь к питерскому бумапу, вот девушка-документатор Инна Белая. У нее будет отдельный доклад вообще про документирование блоков, про подход к документированию. Именно Бом.Компонент и в целом вообще библиотека. В конце доклада дам ссылочку на трансляцию. Если кому интересно, в субботу можно посмотреть. Итак, самое главное. Компонентная разработка. Что это такое? Мы давно уже занимаемся БЭМом. У нас очень много разных мероприятий, докладов. Мы уже так много об этом всем разговаривали и рассказывали, что объяснять, почему именно мы все разрабатываем по блокам, я, наверное, не буду. Но приведу какие-то простые примеры. Например, есть какая-то абстрактная совершенно непонятная содержание страницы, которая достаточно очень большая. И, естественно, очень тяжело и дебажить, и поддерживать такие страницы. И поэтому самый простой выход – это делить на какие-то большие архитектурные куски. Затем можно делить еще на более мелкие куски. И то, чем мы занимаемся, это вот те кусочки, которые зеленым цветом сейчас светятся. То есть это совсем небольшие блоки, которые очень самодостаточны, из которых можно очень легко собирать страницы. И в нашем случае мы собираем сервисы яндексовые. Выглядит это так. То есть какой-то набор блоков, из которых потом собирается тот самый сервис. Есть, естественно, блоки, которые очень заточены под любой сервис. И это уже делается на сервисе. Мы делаем, конечно, общие блоки, которые могут реиспользоваться на разных сервисах, на разных проектах. А вообще наша задача, непосредственно нашей группы, мы разрабатываем такие блоки, чтобы можно было пользоваться не только внутри Яндекса, но и снаружи. Зачем? Зачем мы все это дробим, делим и так далее? Ну, во-первых, удобно разрабатываться. У нас наша команда распределена по нескольким городам. И, конечно, удобно разрабатывать несколько блоков в разных местах, потому что мы, в принципе, не пересекаемся. У нас один репетиторий, куда мы коммитим, куда мы шлем пол-реквест, где мы ставим мишусы. И мы, в принципе, даже не задумываемся о том, что мы находимся вообще в разных концах большой территории. Большой плюс такого подхода очень удобно депажить. Естественно, когда у вас на большой какой-то страничке вдруг всплывает там какой-то, я не знаю, у вас там неопределена переменная. Очень тяжело среди очень большого кода найти все вот эти нюансы, которые у вас потом всплывают, и баги. И поэтому гораздо проще отлаживать код, когда он у вас с небольшими, как-то самодостаточными кусочками разработан. При нашем подходе в нашей библиотеке мы разделяем абсолютно все, все, что можно. И стили, и документацию, и JavaScript, и шаблоны. Они у нас разделены, относятся к каждому блоку отдельно. И при таком подходе документаторам удобно писать документацию на один код, а не на целый сервис. Вот у нас есть крутая библиотека, умеют вот. Очень удобно по каждому блоку им работать тоже. Есть начало работы, есть конец работы. И очень делать ревью проще. И в целом, то есть, этот подход нам сильно облегчает жизнь, в общем. Такой подход еще облегчает нашим тестировщикам жизнь. Потому что, конечно, когда тестировщики тестируют какой-то сервис, который достаточно большой, с миллиардом сценариев, им достаточно сложно. Когда они тестируют небольшие куски, у которых понятно, какое поведение, не важно, фокусы, нажатое состояние, дизайбленное и так далее, они понимают, что тестировать. Естественно, они очень быстро могут найти тот или иной пак. И в целом, им достаточно просто на небольших кусках кода тестировать то, что мы их просим. При таком подходе очень удобно использовать нашу библиотеку на проектах. Если вы собираете какой-то проект, и вам нужна от нашей библиотеки только кнопочка, это значит, что при разработке вы... У всех разные подходы, да? Вы, допустим, клонируете библиотеку, разрабатываетесь, извините, разрабатываетесь, используете там только кнопки, то по зависимостям при сборке вашего проекта вам потом приедет только эта кнопка. То есть вам не приедет алибам. И при других подходах, при других аналогичных библиотеках вам придется подсоединять абсолютно все в сборку и вообще в исходный код. В нашем случае вам достаточно... У вас приедет только кнопка, и все, по зависимости. Также, помимо того, что мы все это благополучно делим по блокам, у нас есть немножечко другое деление, уже более вертикальное. Мы делим это все по уровням. У нас есть абстрактный и общий уровень Комон, в котором содержится вообще абсолютно все для всех платформ, для которых мы разрабатываем все, и телефоны, и планшеты, и десктоп. Есть уровень десктоп, понятно, что там хранится. Там все хранится для того, чтобы использовалось у нас только для десктопных браузеров. И то, что не нужно больше планшетам и тачам. Соответственно, все на уровне тачей. Все лежит, что вообще для тачей. Планшеты, телефоны. И отдельным уровнем мы выделили уровень дизайн, в который мы положили, в принципе, все, что у нас относится к визуальным каким-то стилям. Это достаточно удобно, опять же, из-за того, что библиотека опенсорсная, не внутренняя, есть там прямо заточенный дизайн, который для наших сервисов, который вам, в принципе, может быть не нужен. Поэтому вам достаточно просто, вы можете стянуть всю библиотеку, вам не нужно в каждом блоке искать, где вам переопределить CSS и так далее. Вы идете в папочку «Дизайн», аналогичным образом делаете какую-то тему, сейчас сразу, следующий слайд, делаете какую-то свою тему или переписываете нашу, и все, просто используете на проекте. В настоящий момент мы реализовали модификатор темы в двух значениях – simple и normal, и если мы его просто не используем у нас на проекте, или вы можете его не использовать, у вас просто приедет дефолтный контрол, который просто будет дефолтным, но с каким-то уже методом, который мы дописывали сами. При теме, тема simple – это просто вообще тестовая тема, которая создана для того, чтобы мы точно знали, что у нас никакие темы не пересекаются, они полностью изолированы друг от друга, и то есть у вас на странице вы можете использовать несколько тем, и точно будете уверены, что с одной темы какие-то отступы или что-то еще не приедет в другую тему. Пользоваться всеми темами, которые сейчас уже будем в компонентах, можно, несмотря на то, что они заточены под Яндекс. Более подробно про все эти уровни я рассказала в прошлом году на Субботнике Минском и по платформам, и по всему остальному. Сейчас не буду останавливаться, если кому-то интересно, нужно пойти почитать, посмотреть. В нашей библиотеке, из-за того, что у нас очень большая команда и нам было всем очень удобно разрабатываться, мы очень жестко следим за код-стайлом и применяем определенное количество инструментов. Я тоже не буду останавливаться на каждом. Скажу только, что если у вас достаточно большая команда и вы разрабатываетесь не в одиночку, сохранять и соблюдать код-стайл очень важно, потому что, если он у вас един на всю команду, очень легко, конечно, потом вашему коллеге продолжить писать ваш код или там править, или дописывать и так далее. Это очень важный момент, на самом деле, для нас. И большой кусок про тестирование. Мы последние месяцы, ну, месяца 3-4, наверное, мы целиком полностью отдавали свое время рабочее на вот это направление тестирования. Ну, ладно, сразу же прощелкнула. Ну, во-первых, мы пишем, конечно, юнитест для JS обязательно. Мы пишем тесты на шаблон из-за того, что в нашей библиотеке сейчас используются два шаблонизатора. Попозже расскажу, какие и что они делают. Также мы пишем визуальные тесты для верстки нашей, потому что очень тяжело отследить какие-то очень маленькие, даже пиксель. А у нас очень все это жестко, и мы стараемся соблюдать это все очень внимательно. Если дизайнер нарисовал три пикселя, то должно быть три пикселя. И у нас все равно остается ручное тестирование, потому что, как ни крути, роботы не могут иногда все охватить, поэтому мы просто наших тестировщиков в любом случае тестировать это все в сценарии руками. Теперь подробнее про каждый вид тестов. Юнитесты. Ничего, никакого, руки-сайдс у нас там нет. Мы их пишем отдельно на каждый блок, потому что, опять же, гораздо проще охватить все методы, все то, что мы делаем в одном блоке, чем на целой странице. Пишем мы для того, и из-за того, что мы разрабатываемся для OpenSource, мы должны всегда гарантировать API, и должны гарантировать, что мы его не будем ломать. Поэтому мы обязательно пишем эти тесты, и чтобы мы просто случайно ничего никому не испортили. В качестве тестового фреймверка мы используем Moku, просто плонусом, чтобы не искать синтаксис, очень клево расписано по Moku посылочке. И в качестве виртуального браузера мы используем PhantomJS. Он у нас много где используется, и для визуальных тестов в другом инструменте. Также у нас есть инструмент в Истамбул для проверки покрытия в процентном соотношении всех тестов. Тоже очень удобно отслеживать, насколько у тебя покрыта вообще библиотека всеми тестами. Ой, что-то там было. Ой, 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 ой. Он почему-то начал, по-моему, в другую сторону прыгать. Кто-то спит, кто-то спит. А, вот, наконец-то. Ссылочка, библиотека есть на гитхабе, и пощупать все вот эти юнитесты можно у нас тоже в наших блоках. Они находятся в каждом блоке и имеют расширение спик.js. Естественно, в каждом блоке, где есть JS. Выглядит все так. Когда мы запускаем тесты, и у нас все хорошо, он вам выдает все зеленые галочки. Если у нас что-то ломается, то он вам выдает определенный, там, все зависит от вашего терминала, определенного цвета сообщения, которое вы, естественно, заранее прописываете в юнитестах. Что если вдруг здесь поломается, пожалуйста, покажи мне, что, допустим, мы поломали осознанно атрибут хрев у ссылки, и он тебе говорит о том, что у тебя вот хрев должен удаляться, когда у тебя задизвивленная ссылочка. Очень легко отлаживаться, то есть как только вы видите, что что-то сломалось, вы идете и смотрите, что вы случайно там удалили и поломали. У нас долгое время… А, да, это инструмент «Истамбул», который у нас показывал покрытие тестами, и он у нас долгое время просто комментариями в каждом пол-реквесте говорил, сколько этих покрытий, процентов. Он комитил реально в каждый пол-реквест после каждого изменения. Нам это очень надоело, и устали получать просто эти уведомления. Мы осознанно это все отключили. Это на случай того, что если вдруг вы пойдете, посмотрите, в пол-реквестах наших этого нет. Но мы в любом случае его зовем руками просто в терминале определенной команды. Тесты на шаблоны. У нас есть, как я уже говорила, два шаблонизатора. Это благошебом HTML. То есть мы оставляем нашим пользователям право выбора. И все такое. Удобство этого подхода в том, что вы действительно, вы сами выбираете, каким шаблонизатором вам пользуются. Какой синтаксис вам нравится. Какой поскортизе сборки именно вашего проекта вам больше подходит. И так далее. Все очень просто. У нас есть одни входные данные, на которые накладываются два шаблона. И по итогу у нас должен получаться один HTML. В любом подходе. Поэтому, в общем-то, действительно, разницы вы не должны почувствовать. Вы должны просто выбрать, каким шаблонизатором вам удобнее пользоваться. И суть тестов на шаблоны именно в том и заключается. Чтобы и один шаблон на блок, и второй давал обязательно результатирующий одинаковый HTML. Мы пишем эти тесты, опять же, на каждый блок, потому что у нас в каждом блоке отдельные шаблоны. У нас... Ладно, не буду рассказывать заранее. В Питере расскажут. Мы сравниваем заранее подготовленные HTML. Мы делаем эталонные HTML, с которыми мы потом и сравниваем результаты сборки того или иного шаблонизатора. Все это потом с помощью инструментов наших внутренних... Не внутренних, они внешние, написаны нашими ребятами. Мы проверяем, что соответствует и тот, и тот HTML. И все эти входные данные, на которые потом накладываются эти шаблоны, мы пишем тоже в каждой папочке с блоком, в отдельной папочке внутри этого блока, tpl.specs. Выглядит это так. У нас есть... Ну, запускаем мы определенный тест, в данном случае, на ссылку. Он говорит о том, что у тебя все замечательно. Если у нас где-то это ломается, в данном случае это BH шаблон, мы там случайно заменили почему-то тег ссылки SA на SPAN. И он вам покажет обязательно, что, слушай, ты там ожидал тег A, а получил тег SPAN. Иди поправь. Собственно, и все. То есть достаточно просто, то есть наш шаблон достаточно сложный, и иногда просто можно по логической цепочке не ослабить, что ты там что-то сломал. Тесты такие нас очень спасают. Джеймии. Это все о визуальных тестах. Сначала расскажу про сам инструмент. Инструмент был написан внутри Яндекса нашим коллегой. Он позволяет тестировать верстку в разных браузерах. Там огромный набор браузеров, и вы сами в конфиге можете выбирать, в каком браузере вы хотите тестировать вашу верстку. Он тестирует, огроменный его плюс, он тестирует абсолютно разные состояния. Он умеет нажимать кнопки, он умеет вводить текст в input, умеет открывать pop-up и так далее. То есть он умеет безумное количество сценариев, и это очень удобно, то есть это сильно отличает его от обычных скриншотилок. Когда делается скриншот страницы с продакшеном, делается с тестирования скриншот, и затем сравнивается. В этом случае его большой плюс, что он еще умеет тестировать, скриншотить совсем небольшие куски, и если вдруг у вас есть большая страница, которую вы скриншотите, сравниваете с продакшеном, если у вас там что-то ломается, маленькое, пиксель, не знаю, то у вас каждый раз, каждый тест будет падать на этой странице, пока вы все-таки не вычислили все места, в которых у вас падают эти тесты. А Gemini как раз скриншотит именно тот кусок, ту область, которую вы ему скажете. Все подробнее о самом инструменте было на недавнем бомапе в Москве, и можно посмотреть, есть видео, есть сам доклад. Действительно интересно, то есть Сережа рассказывает там вообще о кишках, и как они вообще к этому пришли. И инструмент клевый, с точки зрения разработчика, с моей вообще офигенный, очень удобный. А теперь, да, суть в том, что мы вообще делаем с этим инструментом. Мы пишем эти тесты на каждый блок отдельно, то есть это опять же, благодаря тому, что он умеет скриншотить разные маленькие кусочки, мы скриншотим маленькие булочки наши. Мы заранее готовим эталонные картинки, а-ля продакшен, с которыми мы как раз потом результаты всех тестов и сравниваем. Пишем мы их в виде входных данных, просто в джейсона, и они находятся в каждой папочке с блоком, и затем Джеймин уже сам собирает страничку, накладывает шаблон, собирает страничку, делает скриншот, если нужно, нажмет куда-то, или делает что-нибудь еще. Выглядит это так. Допустим, у нас есть какой-то input, есть активный input, есть неактивный input, и мы ему говорим, что мы хотим обязательно сравнить состояние простого, спокойного состояния input, обязательно состояние фокуса, у нас там меняется цвет бордера, цвет подсветки, введи, пожалуйста, еще текст, чтобы посмотреть, что у нас не меняются отступы слева, справа, текст не вылезает, и так далее, и на всякий случай сделай еще состояние неактивного input. С неактивным input мы ничего абсолютно не делаем, потому что мы не пытаемся в него кликнуть или что-то вести, все вот эти кейсы, они должны отлавливаться еще на этапе вини-тестов, то есть вы это все в JavaScript должны запретить, чтобы здесь у нас уже не было необходимости попробовать кликнуть, заскриншотить, и посмотреть, что там ничего не изменилось. Здесь это уже не требуется. Запускаем тесты, и если у нас все хорошо, он говорит о том, что все хорошо, вот в данном, на данном, на данном, да как это, в слайде, да, спасибо, поздно уже, у нас на час позже, я, видимо, у меня уже, я засыпаю. На данном слайде можно посмотреть, что мы используем в настоящий момент гоняем все тесты в хроме и в файрфоксе. Пока там обнаружили проблему с оперой и все такое, якобы не буду вдаваться в нюансах, ну просто он тебе будет выводить обязательно, что у тебя где, если что сломается. Очень удобно, то есть он наглядно показывает все состояние теста. Если вдруг ты что-то там случайно поменял верстки, и у тебя что-то сломалось, то он тебе крестами коричневыми выведет, от того, что смотри, друг, у тебя состояние все в порядке, а вот клик, текст и что-то еще поменялось. И ты сидишь, ну что-то, либо все меняется, либо не все. И опять же, большой плюс Gemini, мы можем, он генерирует страничку HTML, вы ее можете открыть в браузере и посмотреть, что именно у вас сломалось. Красным цветом он у тебя подсвечивает опять же, вот в такой лесенке, что в каком состоянии, в каком блоке, в каком браузере у тебя что-то сломалось. И вот, к сожалению, здесь немножко проекта разменил. В общем, слева это то состояние продакшена, которое у тебя должен быть на самом деле цвет желтый слева. Ну, он правда ярко-желтый. Моя ошибка была, что я сделала тестовый зеленый цвет поломанного состояния. И красный цвет с правой стороны это та область, в которой он подсвечивает, где у тебя что-то поменялось. То есть у нас была подсветка фокуса желтая, мы ее случайно, ну, просто, не знаю, задели букву, поменяли, она стала зеленая. Он тебе об этом скажет, покажет и так далее. Тоже достаточно просто, потому что, если вдруг у вас сломался там где-то один несчастный пиксель или влево, право, неважно, он тебе об этом обязательно, он это заметит и об этом обязательно скажет и покажет даже где. Очень удобно тестировать верстку. Очень. Continuous integration. Все просто. Все, о чем я рассказала до этого, у нас прикручено и сделано автоматически. У нас на каждый полу-реквест запускается автоматическая сборка, запускаются наши все тесты. И если где-то там, то есть у нас, к сожалению, мелко, у нас запускаются тесты, линтеры, различные, юни-джес и так далее, в данном случае у нас что-то ломается в Джеймине, и просто эта автосборка обязательно тебе в полу-реквесте выведет сообщение, что не собралось, что-то у тебя там не так. И из-за таких моментов нам очень просто становится с контрибьютом, так как человек, который отсылает полу-реквест, он сам видит, что у него там что-то ломается, он может пойти посмотреть все. и то есть зачастую разработчикам, которые принимают полу-реквест, там не нужно каких-то усилий, они это все видят, что там происходит. Вот и большой мой доклад какой-то получился. В общем-то, итоги, что я вам сегодня наговорила, деление на компоненты хорошо. Старайтесь делить, старайтесь дробить. Естественно, все проекты разные, и нельзя говорить о том, что любой проект очень хорошо делить. Есть проекты, которые монолитными, гораздо, наверное, комфортнее смотрятся, и вы их сделали, отдали заказчику и так далее. Но в целом, чем меньше, чем больше, точнее, у вас частей в вашем проекте, тем легче это все разрабатывать, поддерживать, писать тесты на все, что можно абсолютно. Это очень хорошо. Вы тратите какое-то количество времени, да, для того, чтобы разобраться, для того, чтобы поддержать это все. Но вы экономите свое время в будущем, потому что если у вас какой-то долгоиграющий проект, и вы его постоянно дописываете, переписываете, естественно, вам будет намного проще потом отлавливать все эти нюансы тестами. Все наши блоки и вся библиотека, о которой я сейчас говорила, есть open source, вы можете брать и просто пользоваться, даже без релиза, в общем-то, там в целом, наверное, все очень неплохо. Есть еще один такой бонус, то есть библиотека это хорошо, круто, а если вам не нужны эти кнопочки, эти импультики, у вас свое, кастомное, вы можете просто брать библиотеку, раскладывать по уровням, которые уже там есть, все свои блоки и просто пользоваться той частью протестирования, которую я рассказала. То есть все эти тесты прикручивать, так же, как и у нас, даже не прикручивать, наоборот, просто пользоваться, то есть писать эти тесты, так как они уже сейчас написаны по тем же уровням и так далее. То есть все это, все это частью протестирования, которая сейчас уже работает и есть в BAM Components, можно пользоваться. Потрогать, посмотреть, опять же, повторюсь, ссылка на BAM.info в разделе библиотек BAM Components, там есть живые примеры, тоже можно посмотреть, пощелкать, там есть документация, на блог, есть документация на API и непосредственно на GitHub в организации BAM, библиотека BAM Components. Практически все. Есть у нас для всех ваших вопросов и пожеланий на BAM.info форум, там можно задавать действительно все вопросы, которые стеснялся давно спросить. можно нам писать, задавать вопросы. И вот, опять же, маленький такой спойлер, напоминание скорее. послезавтра будет в Питере бом-ап и будет трансляция вообще про... Есть ссылка такая, но течь в Яндекс.ру, наверное, проще запомнить, хотя тут, наверное, тоже не сильно сложно. Там есть информация про BAM.info, там есть программа, будет ссылочка на трансляцию, то есть будет прямое включение, можно посмотреть те доклады, которые вам будут интересны. все докладчики из Яндекса. Все. Вот теперь точно все. Все. Спасибо. Просто кидать в книжки? У меня есть сразу вопрос. Да. А почему Phantom.js? Он же только позволяет тестировать на одном engine? Смотря в каком контексте? Jamie или Unit.js? Ну, Unit.js. Ну, как виртуальный браузер для скриншотов? Ну... Он в Jiminy используется у вас? Вот в Jiminy намного круче. У нас дело в том, что вот эти все... Мы используем SouthLab для всех этих браузеров виртуальных. И я вот как разработчик могу сказать, что Phantom.js работает раз в 20 быстрее. У меня не хватает сил ждать, пока он соберет. Это очень долго. У нас вот эти ребята работают. Но как минимум, когда ты разрабатываешься и вообще тебе надо понимать, что тебе скриншотит в Jiminy, мы используем Phantom.js для тестовой такой отладки скорее. Потом разрабатываться быстрее с ним. Окей. Получается, Jiminy на локале? Да. Ну, извините, по-другому. Получается, Jiminy на локале фактически не полностью не прогибается. Почему? Абсолютно. Нет. Мы как раз именно и когда разрабатываемся, мы все это делаем локально. Час ждете? Там, в 10 минут будет? Нет, не час. Вот Phantom.js по сайт. Нет. А ты смотришь документацию по Jiminy? Да. Там есть как раз пункт, как разрабатываться локально с Phantom.js и с определенным портом, там, network driver и так далее. И если нужно, я помогу настроить это все. То есть это не сложно, это не долго как раз таки. Когда ты уже готов коммитить картинки, то да, запускаешь, идешь, пьешь кофе или там, что-то другое делаешь. И здесь, да. Но в целом, локально нет. Это очень быстро. Да. Хотела твое предприцессор спросить. Ну, то есть там, LES, SAS, если этого не делать, что это чисто все... Нет, мы делаем. Я просто в докладе нет. Мы сейчас, изначально у нас была прикручена роль, сейчас перешли на стайлус. Мы все делаем стайлус. А JavaScript даже чисто? Никаких там TypeScript? Нет. Ну, как чистые. Он у нас с ABA, но и со всем остальными кишками. Ну, да, чистые. Просто если к чему-то прикручен, где уже какой-то вот стоит такой... То есть у меня проект, допустим, TypeScript, уже definition-ов как бы нет. Как этим, JavaScript-ам. Нет, я думаю, что без проблем. То есть у нас модульная система, которая как раз-таки позволяет вообще спокойно использовать себя на проекте без пересечения именно наш JavaScript. Ну, под наши блоки. Да, но просто вы не поддержите, то есть сами definition-ы не пишете. То есть это надо самому усилеть, писать definition. Я не отвечу на этот вопрос. Пишем, не пишем. Да. Это только вопрос, я ничего не верю. Сколько времени все-таки вы пишете тест, а сколько не тест? Хотела бы ответить. Не отвечу просто по одной простой... Кому, если не вы? Вы должны ответить. Нет. Очень тяжело ответить, из-за того, что тесты тоже... Мы не садимся, так что все, ребята, пишем тесты. У нас пишут тесты разные команды. Опять же, какие-то команды пишут в Москве тесты. Мы писали на шаблоны и на джемини тесты в Симферополе. И по времени все зависит от инструмента. Допустим, мы писали тесты, когда джемини только разрабатывался, и мы собираем вообще все костыли, репортили ребятам, кто разрабатывал этот инструмент. И поэтому сказать о том, что вот мы писали там два месяца тест, это будет нечестно, потому что писали мы по факту там, наверное, недели три. Но из-за того, что мы репортили, ждали, пересобирали и так далее, два с половиной месяца, да, мы пересобирали картинки, оптимизировали их, наверное, на самом деле. Давайте попробуем представить. Ну, вы уже можете как-то вот экстраполировать свой опыт, да? Допустим, мы сегодня начинаем писать какой-нибудь новый компонент, новый... В процентах, сколько будет времени на тесты, все зависит от разработчиков. Я могу сказать. Пишет, пишет, ну, некая команда разработчиков уровня примерно такого усредненного, как писали вот остальные компоненты. Ну, сколько у них уйдет? Ну, хотя бы примерно там 10 на 40, там, 60 на 40. 60 на 40. 60 на 40, наверное, будет нечестно. Нет, наверное, гораздо меньше это все. Если в контексте бэм-компонентах, наверное, это все намного меньше, там, 20 на 80, скорее всего. 20 процентов теста, 80 блок. Нет? 60 на 80? 60 на 80. подписывают, мы уже пишем тесты, мы начали в Симферополе. Поэтому, вот, говорить именно о процентах таких, то есть при этом разного уровня разработчики занимаются с тем или иным направлением, допустим, разработкой, там, профильной, там, совсем архитектурной, ребята, которые понимают, что они делают, с тестами все проще. То есть у нас, мы на тестах также еще и обучаем людей, то есть очень просто влиться, разобраться в коде, когда ты начинаешь писать тест. Поэтому очень тяжело сказать, правда, я не готова ответить, не знаю, 30 на 70, не знаю, 50 на 50, что угодно, я могу ответить, все будет неправда. А в Яндексе уже везде эти блоки используют? Нет, у нас очень, достаточно большое количество сервисов, и у нас нет такого, что вот мы сделали блоки, ребята, берите и используйте. То есть у нас постоянно мы, соседние команды развиваются, делают тоже какие-то библиотеки, то есть все зависит очень от сервиса, и, допустим, вот мы реализовали БАЖ и БМЖТМН, да, есть сервисы, которые живут, к примеру, на ТТ-2, и они просто, ну, по каким-то причинам не могут перейти на наши блоки, то есть им очень затратно, к примеру. То есть это все кто-то использует, кто-то нет, у нас это, как бы, демократия, каждый выбирает для себя ту библиотеку, которая ему удобнее. Американцы, что ли? Надеюсь, нет. Все, больше нет вопросов? Вот молодой человек, блондин и блондин, ну, самый активный, я просто не могу, так, сейчас подожди, я выберу. Кто из вас мобильный разработчик? Да, признавайтесь, книжка толстая, честно. Так, ну ладно. А есть ли мобильные разработчики? Так, ну вот, что вы, молчите. Так, а еще мобильные разработчики есть? Нет, давайте из тех, кто вопросов не выложил. О, дело скрыт шаблоны, круто. Так, ну давайте. Мне очень тяжело выбирать книжки, они все крутые на самом деле. Нет, тебе. Так, кто еще вопрос задавал? А, нет, это не надо. Книжка. Да, самую большую книжку большому молодому человеку. Спасибо. Я сильно собрал. Да, для техники. А я не сдавал? Нет. Все, спасибо большое. Все, спасибо. Так, разбирайте еду, пока осталось. Нельзя. Разбирайте еду, а оно будет, я сдам. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Сейчас я наоборот. Я понял, да. Сегодня вместо субботника. Я понял, да. Хорошо, что...